А сегодня я расскажу вам, друзья, как тренировать руки натуральному атлету. Скажу сразу, такую тренировку я провожу один раз в шесть недель, когда тренирую руки отдельно комплексом бицепс-трицепс. Обычно я тренирую трицепс с грудью или с плечами, а бицепс я тренирую после спины, выполняя по одному упражнению для каждой из этих мышц. Но сегодня тренировка, как многие из вас любят и просят показать, рассказать, как тренироваться натуральному атлету бицепс-трицепс вместе. Кто смотрит нас в канал не первый раз, знает, что натуральному атлету нужен выброс анаболических гормонов, так как мы не используем никакую фармакологию. Поэтому наша сегодняшняя тренировка начнется, правильно, с приседаний. Кто не может делать приседания? К примеру, у кого проблемы с позвоночником, межпозвоночной грыжи, как у меня, выполняйте не классическое приседание со штангой на плечах, а приседайте со штангой на груди. Это помогает удерживать спину прямо, и после этого упражнения у меня не болит позвоночник, не вызывает у меня боли, становых тяг я, к сожалению, делать не могу. Если у вас нет никаких проблем со спиной, то выбирайте. Делайте либо классические приседания, делайте становые тяги, можно делать выпрыгивание или запрыгивание на платформу. Все это послужит тем, что сделает очень мощный выброс анаболических гормонов к вам в кровь. И после этого вы можете смело минут 20-30 поработать над своими руками. С чего начнем? Начнем, естественно, после того, как мы сделали разминку, после того, как мы поприседали с вами, начнем с жимов штанги лежа узким хватом. И выполним в этом упражнении 2-3 рабочих подхода на 8-12 повторений. Я люблю чередовать это упражнение подход жима лежа узким хватом для трицепсов и подъем штанги на бицепс прямым грифом. Можно выполнить сначала все рабочие подходы для трицепса, потом выполнить рабочие подходы для бицепса. Локти не выдвигаются вперед, не уходят назад. И руки полностью вверх, не поднимай, останавливай. Во! Чтобы нагрузка оставалась в бицепсе. Стоп! Во! Опускать чуть пониже. Отлично. Но я люблю сделать подходик для трицепсов, подходик для бицепсов. После этого необходимо прокачать такую мышцу, как брокхиалия. У многих бицепсы растут от хороших упражнений, но если у вас не развит брокхиалия, а это мышца, проходящая под бицепсом, то бицепс, увеличиваясь в объемах, просто проседает внутрь. Браххиалия на самом деле выталкивает эту мышцу, всеми нами любимый бицепс, наверх. Поэтому, если вы хотите хорошие, большие бицепсы, обязательно нужно выполнять либо подъемы штанги на бицепс обратным хватом, либо камер. Во! Локти также не выходят вперед, смотришь перед собой. Лопатки соедини, грудь вперед. Развернута грудь должна быть. Во, давай. И заключительное упражнение сегодняшнего комплекса, это также будет трицепс. Можно выполнять одной гантели из-за головы. Лучше выполнять, сидя, двумя руками тяжелую гантель из-за головы, французский жим. Но я сегодня уже устал, поэтому я сделаю разгибание на низком блоке одной рукой из-за головы. Я очень хорошо чувствую это движение. Я чувствую, как трицепс работает на всем протяжении движения. У меня амплитуда получается очень большой. Вот и все, ребята. Если вам кто-то говорит, что нужны делать какие-то еще другие упражнения, я вам скажу, что для натурального атлета это достаточно. Выложитесь в этой тренировке, и вы увидите, вы почувствуете, как начнете расти. Всем пока, увидимся в следующий раз. Хочу честно сказать, ребят, я вот уже, вы, конечно, сейчас не поверите, мне 27 лет, да, но я вот занимался спортом достаточно долго. Постоянно изучал, смотрел что-то на ютубах, на каналах, что и как. И я думал, что я действительно многое знаю. Хоть я, может быть, и не выгляжу, конечно, таким огромным или еще что-то, но я действительно постоянно стараюсь поддерживать себя фигуру. Я вам скажу, когда я познакомился с Егором, да, всего пару занятий мы сходили. Он мне показал правильный присед, он мне показал, как правильно вообще сделать рутин, да, как правильно сделать схему тренировок. Я обалдел. Я просто обалдел. Ребят, я хочу это видео просто сказать большое спасибо Егору. Такие советы, ну, вот, вроде, он так и говорит элементарно, говорит, ну, вот, Дамир, вот, спинку прямо здесь, так-так, вот, локти чуть-чуть вверх, там, вообще, такие маленькие вещи, но они действительно меняют вообще полностью систему тренировок. Я понимаю, как много я ошибок делал за последние несколько лет, как я вот пытался действительно, ну, правильно делать упражнение, повышал веса и все такое, но у меня, как это называется, техника, техника не была на месте. Спасибо Егору, офигенной тренировки. Если, ребят, вы смотрите это видео, я просто хочу сказать, послушайте, да, пообщайтесь с ним, не знаю, по скайпу или вконтакте, в фейсбуке, посмотрите группу, зацените просто, я вам говорю, вы не пожалеете. Всего хорошего, Дамир, на связи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok